Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем традиционном уже вторничном вебинаре, посвященном истории искусства. Ну и, как всегда, прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему спикеру Софье Багдасаровой, я хотел бы сделать несколько объявлений. В самом начале нашего чата находятся три полезные ссылки. Первый из них ведет на наш сайт, на его главную страницу с нашим расписанием. Нашего расписания на этот учебный год осталось не так много, до конца июня. Тем не менее, на все будущие вебинары, которые в июне пройдут до конца месяца, а будут они проходить каждый день, каждый рабочий день, вы можете зарегистрироваться по этой ссылке. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись и будет ли она помещена на YouTube. Да, ведется. И вот вторая ссылка – это ссылка на наш канал, на котором хранятся записи уже более 300 вебинаров, и эта запись тоже попадет туда в ближайшее время по окончании вебинара. Ну и, наконец, третья ссылка – это ссылка на наш новый раздел сайта, который называется «Онлайн-курсы». Для всех, кто интересуется вопросами онлайн-обучения, и особенно для тех, кто хочет провести в своем учебном заведении подобные курсы для своих преподавателей и сотрудников, милости просим на эту страницу. Там описание четырех курсов, которые компания Директ Медиа хотела бы провести для вас. Ну и я хотел бы представить два следующих вебинара, которые пройдут завтра и послезавтра. Вот они. Завтра будет мой вебинар. Это будет мой последний вебинар в нынешнем сезоне. У нас сейчас почти все последнее в сезоне. Вебинар будет называться «Новые выпуски «Ортотеки. Три года проекту». А я вам расскажу о том, что происходит в нашем проекте «Ортотека» и расскажу о перспективах на ближайшие полгода до конца календарного года, какие проекты ожидаются, что вас ждет в будущем. Ну и 21-го будет вебинар Дмитрия Кречмана, руководителя компании «Гиперметод». Будет называться вебинар «Быстрая разработка учебных курсов и курсов для мобильных устройств». Ну что ж, вот и все от меня. А теперь я, чтобы не занимать ваше внимание, приглашаю в эфир спикера Софию Багдасару для проведения сегодняшнего вебинара. София, прошу. Павел, у меня чего-то звук барахлил. Слышно меня? Слышно меня? Хорошо, потому что я просто на даче, и мне здесь не очень хорошо. С интернетом я беспокоюсь. Здравствуйте. Это наш последний вебинар. Я хотела немножко похвастаться. У меня маленький праздник. Вчера «Премия просветителя» опубликовала «Лонг-лист», книг, который в этом году выдвинутый на премию, 24 книги. Моя книга да попала. Надеемся, что попадет моя книга в шорф-лист хотя бы. Книга моя про искусство, она зрительное искусство, она фиганская, но об истории искусства там можно так и узнать. Сегодня у нас заключительный вебинар моего цикла про историю искусства. Я остановлюсь. Мы просмотрим то, что происходило в XIX веке, и остановимся где-то в районе Первой мировой войны, потому что то, что начало происходить позже, оно уже к классическому изобразительному искусству не имеет отношения. Но я надеюсь, мне удастся вам показать, что и авангард, и абстракционизм, это является таким же логичным продолжением классического искусства, того, что мы с вами разговаривали, хотя обычно об этом люди не задумываются. И начнем мы с импрессионистов, и прерыва элитов. Я расскажу, почему их считали безобразными, и, собственно, как это повлияло на появление перформансов, акций, хэппенингов и других вещей, которые сегодня, в XXI веке, так возмущают людей, которые привыкли к классическому искусству. Почему это возмущается? На заглавном слайде у нас знаменитая... Кого еще звук вывел? Так слышно? Слышно? Потому что я Павла тоже плохо слышала звук мигал. Так, Павел, мне включить видео или отключать? Что мне делать? Тогда давайте я пока включу снова, и если будут проблемы, говорите. Хорошо, попробуем еще раз загрузиться. Вот, картина Мане «Олимпия», она была выставлена на Парижском салоне 1963 года, вызвала колоссальный скандал. Нужно упомянуть, что такое Парижский салон. Это не просто выставка, это не просто место, где собирались художники и показывали свои картины. Для парижской жизни почти в протяжении века это было событие колоссальное, то есть как мировой экономический форум или там как сейчас чемпионат мира. То есть раз в год это было место, где кипели совершенно невероятные страсти, картины лидера обсуждались в газетах, то есть когда, например, наша художница Мария Башкирцева, учившаяся в Париже, заняла там какое-то место, эту картину, ее картину обсуждали там на трех-четырех полосах. То есть вы можете себе представить, чтобы сегодня картины обсуждались с таким интенсивностью. То есть художники картины, они занимали в новостях, примерно такое же место, как сейчас занимают блокбастеры голливудские. Это было произведение, к которым люди со страстью относились и обсуждали, и ругали, ругали их с такой же невероятной страстью. И вот эта вот Олимпия Мане, она подвергалась невероятнейшей критике за то, как она была нарисована, что на ней было нарисовано. Нам сегодня эта вещь кажется достаточно ортодоксальной. Но давайте сравним ее с картиной, которая была триумфатором Парижского салона годом ранее. Это картина академического художника салонного живописца Кабанеля о рождении Венеры. И те, кто со мной с начала этого курса, помнят, что тело на протяжении веков в живописи делалось так, чтобы быть максимально несексуальным, быть похожим на статую, на колонну, быть обнаженным, но не голым. Вот в XIX веке в салонной живописи, то есть по самому слову салонная живопись виден такой немножко презрительный привкус, но при этом она была такая более приближенная к жизни. То есть в ней появилась интимность, нежность. В том числе это появилось и в телах. Они больше не совсем холодные, как колонны, в них появился эротизм. Но при этом они остаются холодными и отстраненными, и реальными. И вот это Олимпия, которая вызывала скандал. Вы видите разницу между Венерой Кабанели и Олимпией Мане. Это, безусловно, реальная женщина. Ее узнавали в лицо. Это Викторина Мюран. Ее тело не идеальное. Ее тело человеческое. Пропорции ее не классические. У нее тапочки домашние, у нее бархотка на шее, что приводит ее в реальный мир, то есть в мир настоящего повседневности. Еще она очень нагло смотрит в глаза. И это я не говорю еще о живописи, которая казалась слишком наглой. То есть нет тонких нюансов, нет лисировок, как будто контур сделан. Это все оскорбляло любителей живописи. А вот Венера. А вот слайд, который я показывала в прошлый раз. Это то, каким было классическое, общепризнанное государственное искусство. Причем, смотрите, первый слайд – 811 год, второй – 892, то есть практически век. Зачем я напоминаю о том, что такое классическое искусство, и почему это важно в XIX веке? Потому что мы говорим об импрессионистах и прерывных элитах. Мы говорим о революции, которую они совершили в искусстве. И самое главное – это сюжет этой истории, потому что революцию нельзя совершить на пустом месте. Революцию можно совершить только против чего-либо, либо против государства, либо, как в искусстве, против устоявшегося стандарта. И вот этот устоявшийся стандарт классической живописи, красивый, очень хорошо сделанный, мастерский, мастеровитый сделанный, но при этом холодный и идеально нечеловеческий. Он был гегемоном, он давлел над всеми. Художники-академисты возглавляли государственные учебные завердения, и не только учебные, а академические. Они получали государственные заказы, они получали частные заказы, они распределяли их между другими своими коллегами. То есть это был вопрос денег, это был вопрос власти, престижа. И художники-академисты, они контролировали рынок искусства. В частности, вот этот бугуро, который на правой картинке «Дамы обнаженной», он специально делал гадости импрессионистам, чтобы ухудшить их жизненные условия и художественные условия. И вот эти вот две картины, охватывающие век, они прекрасно хакрилуют ту среду, тот мир, против которого импрессионисты и прерафаэлиты восставали. Более того, это же все продолжалось, длилось и длилось. И проблема вот этого искусства была еще в том, что оно, в принципе, оставалось неизменным, плохо менялось. Почему я так много показываю классического, государственного, казенного, давлеющего искусства, чтобы мы поняли, чтобы вы поняли, против чего восставали наши революционеры. Потому что если мы поймем, против чего они боролись, не будет понятно, насколько сильно был их прорыв. Вообще, я несколько раз за наш курс повторяла, что каждое стилистическое направление, каждое эпоха в искусстве – это либо логичное продолжение, либо, наоборот, очень сильные аллергии. И вот то, что случилось во второй половине XIX века, это была максимально сильная аллергия, это была настолько сильная, что в итоге это привело, грубо говоря, к Павлянскому. Аллергия на это привело к тому, что мы имеем сейчас. Настолько это было сильным, сильным он стал и показал, что кукаты у художников и у публики в том числе. Звук есть? Звук есть? Звук есть? Хорошо. Ага, продолжаем. Вот. Надо всегда понимать, что картины, они не создаются самими художниками. Художник, безусловно, их рисует, пишет. Но художник не может писать никуда. Если он пишет картину, а ее не покупают, не выставляют, не оценивают люди, то это все исчезает, они гниют в сарай. То есть публика, потребитель, она также творит искусство, как и сам художник. Это вот как, грубо говоря, про те же самые фильмы. Если у нас есть, хорошо прошел первый фильм, собрал большой указ, то в студии снимается сиквел, триквел и так далее. Если публика не приняла этот фильм, то студии, режиссер пытается делать что-то другое искать. То есть если что-то устаканивается, какое-то искусство, какая-то стилистика остается в истории искусства, это продолжительное время. Это означает, что публика выступила соавтором, со творцом этого произведения искусства, что она была востребована, отвечала вкусу и посу. Так вот, и к середине XIX века от классического, классического, вот именно классика, классицистического искусства и публика, и талантливые художники были очень усталы. Смотрите, вот здесь вот две картины с разницей в целый век. Наш Владимир Загнедо, 770-й, в эпохе Екатерины II, Паолы и Франческо, 870-й, это кто там уже, Александр Тетти, на Западе кто-то, это, по-моему, американский художник. И, смотрите, те же самые приемы, те же самые театральные жестикуляции, то есть сделанная, снятая с актеров, которые закатывают вот эти вот куши, неинтересно, не трогают эмоции. И вот этот классицизм, он распространялся по всему миру. Сейчас я покажу вам интересную очень картину. Это картина из мексиканского художника. Вы понимаете, что Мексика – это невероятная провинция. В тот момент, по-моему, она еще даже находила, была колония Испании, у них не было с независимостью. Эта картина посвящена открытию алкогольного напитка Капульке. Крестьянин, его дочка приходит к вождю, к императору был, приносит ему алкогольный напиток из кактуса. И вот чудо-чудо-чудо изобретение алкоголя. Но посмотрите, как это написано. Если посмотреть на головной убор этого императора, мы в жизни не догадаемся, что это Мексика. Могут быть ровно те же самые Владимир Ирагнедов в какой-то ситуации. То есть кушицызм, он заполонил весь земной шар и никаких этнических мотивов. Вы представляете, как бы нарисовал эту тему с индейцами, мексиканцами, алкоголем, например, наш Верещагин. Как это было бы здорово, интересно, этнографично. Но так не делалось. Делались вот эти вот вещи, продолжавшие традицию Кустена, Лорена, Энгера и так далее. И к середине XIX века усталость от этого однообразия, понимание того, что так дальше жить нельзя, так дальше работать нельзя, что искусство заходит в тупик и надо искать что-то, какие-то новые пути, оно привело к выбросу пассионарности сразу в нескольких артистических центрах. Три пути выхода из застрелов академизма. Посмотрите, прерафаэлиты, импрессионисты и передвижники. Основание братства прерафаэлитов это 1948 год. Импрессионисты салон отверженных, на котором принято считать даты официального начала движения 1963 год. И наши передвижники бунт 14. Это бунт студентов академии, которые отказались писать картины на заданные академии темы, те же самые пушные типы, академические, классистические вещи и вышли из академии, и от этого в итоге они пришли к движению передвижников. Это тот же самый 1963 год, что и импрессионисты. я специально подобрала картины с фигурами женщины, потому что на этой теме видны разные подходы художественной школы, национальных темпераментов к этим выходам из темы. Конечно, для истории искусства важны прерывы импрессионисты, передвижники для игровой истории искусства совершенно не важны. Я подозреваю, что наверняка в какой-нибудь Мексике, Испании, Норвегии были свои какие-то бунтари, которые примерно в то же самое время что-то сделали и образовали какое-то движение, которое для местной истории искусств очень важно, но в мире о них не знают ровно то же самое, так же, как во всем мире не знают о передвижниках. Но поскольку мы русские, мы вставим в эту цепочку передвижников, тем более, что так интересно совпадают даты, потому что и импрессионисты, и передвижники в 1963 году испытали такую усталость от того, что мы сейчас видели, что у них случился бунт. И сейчас мы посмотрим на... субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая картина с девушкой на природе, на фоне голубого неба с зонтиком, это был портрет жены Клода Мане. А третья картина с предвижников, с русской дамой, которая плачет, это была картина Крамского, неизбывная в горе, там изображена вдова, которая плачет у гроба. И сейчас мы будем рассматривать новаторство перерыва элитов, что они сделали на примере картин, посвященных сюжету из Данте. Данте, в особенности его ад, служил огромным источником живописных сюжетов, всего европейского искусства. Сейчас мы об этом позабыли, это как-то вышло из круга чтения, а это было также популярно, как Шекспир или Библия. И в аду Данте, как вы помните, он путешествует вместе с Вергилием по кругам ада и встречает различные души умерших, оказавшихся в аду, которые либо сам ему рассказывают свою историю, либо рассказывают ему Вергилию, что с ним произошло. И одна из самых романтичных историй, это история Паола и Франческо. Паола и Франческо – это итальянский младший человек и девушка эпохи Средневековья. Паола была замужем за старшим братом Франческо. И у Данте описано, как она сидела вместе со своим Шурином, по-моему, называется «Брат мужа». Они читали книгу, это были, по-моему, рыцарские романы о Гвеневре и Ланселоте, что-то из Артурианы. И книга о любви так их поразила, что они поняли что-либо друг друга, и он её поцеловал. Её поцеловал, и, разумеется, именно в этот момент вошёл муж, как обычно это бывает. И он убил на месте свою юную жену и своего брата. И по логике, совершенно нормально для европейской культуры, в воду оказался не этот муж, а вот этот вздомный. И вот сейчас на двух картинах мы увидим этот момент, как Паола и Франческо сидят с книгой и целуются, а сзади обычно рисуют мужа. Слева картина Энгера, великого художника классицизма. Она сидит в красном платье, у неё из рук падает книжица, а сзади входит муж со шпагой. А вторая картина – это Дилу Круа, это, конечно, не очень типичный Дилу Круа, но такой немножко игривый, потому что это не картина, а рисунок, в нём можно быть более виртуозным. И сзади муж смотрит через занавеску подглядывать. Они ещё не целуются, но уже они читают книгу, их пальчики приплетаются. То есть это мгновением раньше, а дальше уже произойдёт трагедия. И, как вы видите, это ровно то же самое, что мы видели в нашем Владимире и Рагнеде. Уже, конечно, театральность не такая откровенная, но всё равно это такое позирование, это такой спектакль. Даже не игра в историю, это игра в спектакль на историческую тему. И вот, что ровно на эту же тему делают приерафаэлиты. Это 19-й год, 25-й, вот картина приерафаэлитов. Данте Габриэль Рассетти и Фрэнк Дикси. В Дикси не входило в братство приерафаэлитов, но он был к симпатичным влияниям. Вы посмотрите, то есть тут уже, как я для себя это формулирую, смотрите, на предыдущих картинах, помимо того, что изменилась сама живопись, изменилась точка зрения. То есть на предыдущих картинах мы смотрели это как на сцене. На сцене актёры играют в любовь, а здесь мы как будто подглядываем. То есть те люди помнят, что за ними смотрят. В саму реальную жизнь они не позируют. Это как будто скнято через скрытую камеру. Мы окунаемся в эту жизнь. Их эмоции, они не театральные. Приерафаэлитов они пытаются изобразить реальные эмоции, реальные жесты, нет театральных поз. Конечно, какая-то условность есть, свойственная приерафаэлитам, но всё равно это более личное, более натуральное, более естественное. Вторая картина, вы видите, явно написана под влиянием первой, но это не важно, она даёт свою собственную трактовку, совсем другие эмоции, какое-то горе у молодого человека, он понимает, что всё плохо. И дальше мы посмотрим тоже на эту тему картины. Это, опять мы возвращаемся к классицизму, слева Данте и Вердей, они смотрят на души Паолы и Франчески, поскольку это мёртвые души, не телесные, и они в аду, то они умеют летать, и они обнажённые. Души традиционно изображают голыми, либо в белых одеждах. И вот Данте смотрит, как Паолы и Франческа обнимаются и летят, улетают. Это классицизм. Это 51-й год, по-моему, американский художник, но это те же самые традиции. Посмотрите, как к этой теме подходит прерыв элит Данте Габриэль России. Смотрите, на первом кадре, опять поцелуи, на втором кадре Данте и Вергилий. И посмотрите, как летят души влюблённых в аду. Там сзади вот эти сполохи огня, это ад, но это неважно, это просто сделано как фон. Насколько это интереснее разглядывать, насколько это новое, другое, иное. То есть искусство прерыв элитов поражало очень многим, в том числе, что они сместили ракурс и позволили вглядеть на знакомые темы по-новому. И отказались вот от этого позирования, срисовывания со статуей. То есть художники, они пользовались натурщиками, срисовывали их тело, но глядя на картины прерыв элитов, не заметно, что это как будто одеты мраморные статуи, как это заметно на многих картинах классицизм. И вот снова опять сюда как сравните, почувствуйте разницу. И теперь мы поговорим о тех способах отличаться от предшественников, которые встают перед любым художественным движением, и как их решали прерыв элиты. Как можно отличаться от предшественников, от классицизма. Стилистикой, пункт первый, пункт первый, стилистикой, пункт второй, темами. Стилистикой, это то, что сразу бросается в глаза прерыв элитов. Отказ от этой реалистичности академического, четкого, классического рисунка, срисовывания со статуей. От этого берется вот эти узнаваемые мощности, в особенности у женщин, эти гривы волос, которые падают. Другой подход к изображению друпировок, природы, тела. То есть изменилась сама живопись по тому, какая они рисуют, манера. Изменился и набор тем. Здесь картина, это Эледи Шалот, она плывет в озеро. То есть прерыв элиты еще выделялись тем, что они обратились к классу тем, которые в искусстве классическом не были востребованы. Они обратились к своей собственной истории, к артурианским легендам, британскому мифу, как он называется, и обнаружили там звук. У кого еще нет звука. Так, продолжаю. Пишите, что? Вот. И в легендах о Баштуре религиозной живописи. Кого еще? Ага. Так, буду... Так, еще... Я отключила видео. Я отключила видео. Буду только говорить. Павел, может перезагрузить? Может, мне перезагрузиться? Пишите, если что. Хорошо, буду без видео. И почему обращение к артурианским мифам было так полезно для прерафаэлитов? Потому что, вот, смотрите, когда они берут и про Павла Павла и Франческу, у них есть огромный класс предшественников, академистов, которые на эту же самую тему писали. Именно поэтому прерафаэлиты не очень любили религиозные живописи. Про христианство рисовать очень мало у них было. Потому что, когда они делали что-то на эту тему, все сразу начинали сравнивать. А вот по канону не так. Сейчас я буду перезагружаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я покажу вам картину на религиозный сюжет. Сюжет из детства Девы Марии, который написал один из первых элитов. И когда он ее выставил, это вызвало грандиозный скандал, потому что... Я отключила видео, чтобы легче шел трафик. Эта картина вызвала грандиозный скандал, потому что трактовка образа Девы Марии была неканоничной. То есть, беря артуровские темы, они сразу выбивают почву из-под ногу критиков тем, что не с чем сравнивать. И поэтому среди прерывов элитов очень мало художников, которые рисовали на мифы Древней Греции, потому что тоже это было бы с чем сравнивать. И когда картина прерывов элитов стали выставлять, этот скандал тоже вызывал огромный, нам это не очень понятно, потому что это красиво и гармонично. А у английского зрителя, выросшего на классицизме, имела его что анатомия плохая, что украшения, они называли это вообще дегенератами, то слово, которое сейчас это предъявляет современного художника. У современных художников точно так же называли прерывов элитов. И специально Рёскину критику и другим теоретикам искусства пришлось выпускать тексты, объясняющие, что такого, почему прерывов элиты на самом деле хорошие. И сейчас я вам прочитаю вслух, что писали критики. Игнорируя, как они ругали прерывов элитов, игнорируя все великое, что было созданными старыми мастерами, эта школа, которая принадлежит России, плетется неуверенными шагами к своим ранним предшественникам. Это археология, лишенная пользы и превратившаяся в доктринерство. Люди, принадлежащие этой школе, заявляют, что они следуют правде и простоте природе. На самом деле они рабски имитируют художественную неумелость. Обращение прерывов элитов к тому, что было до Рафаэля, художником раннего возрождения и позднего средневековья, критики обзывали археологией и рабской неумелостью. Так, сейчас, я надеюсь, этот слайд с Девой Марии, юностью детства Девой Марии нам покажут. И достаточно быстро, например, рафаэлиты отказались от религиозных тем, потому что критику вызывала не только их живопись, но и их трактовка. И сосредоточились на том, что им нравится. Вот Дева Мария, вы можете почитать об этой картине, например, из Википедии, там подробно рассказывается, почему она не нравилась. Я просто уже... По времени мы не влезаем. Так, и вот третий пункт, как отличаться от предшественников. По стилистику мы сказали, про тему мы сказали и образ жизни. Образ жизни у прерыва элитов, он отличался от образа художников. То есть здесь на фотографии изображены женщины общества прерыва элитов, из жены и натурщицы. И описывается, как эти... Когда гости приходили к прерыву элитам в дома, их поражало, что вот эти женщины ходили с роскошными волосами, в одеждах, которые напоминали восточные халаты. И вот образ жизни был такой... Игра, игра, позерство, театр. И они наслаждались этой игрой. Они строили себе дома, которые подражали тому выдуманному английскому средневековику, когда они себе воображали. Вот дома, фотография у фасада, это дома у Уильяма Морриса. Но поскольку это были англичане, люди всегда... У них это вышло в Arts and Craft. Движение Arts and Craft, это вот... У нас это, например, как Талашкина, то есть когда историзм становится игрой в декоративно-прикладное искусство и пригождается в хозяйстве. Вот плитка потрясающая, как сделали Уильяма Моррисом. Я быстро говорю, потому что у нас... У меня еще много слайдов, а встаю. А теперь мы переключаемся на импрессионистов. И как мы видим, у импрессионистов те же самые способы... то есть не гладкая листья, то есть не гладкая листья, а импрессионная. Когда быстро кисть, впечатление уловим, то уловим мимолетное заблевание, нет контуров, нет жесткого рисунка. Это темы, кусочек баров, фалибер-рад, когда художники обращаются не к древним античным мифам, не к религии, а к тому, что окружает их повседневную жизнь вокруг. И третья фотография здесь, это пост-импрессионизм, просто в эпоху импрессионизма фотография еще была не очень развита, а мне здесь нужна была фотография. Это Гоген. Фотография сделана Альфонсом Мухе. Муха очень много фотографировала, у него появилось огромное количество фотографий. Звук пропадает все равно, да? И вот мы видим, что образ жизни становится откровенно демонстративным. То есть, если художники-академисты, для них было важно вписаться в общество, получать в салонах, быть джентльменами, то импрессионисты, парижане, маргиналы, начинают себя резко отделять от эстеблишмента и пропуставлять своим образом жизни, своими поступками, тому, что принято делать хорошо и приличному обществу. И вот эти вот сидения без штанов, она тоже становится таким вот демонстративным художественным жестом, который привлекает внимание к своему творчеству. когда импрессионисты начали выбирать свои темы, вот они, чем они хороши, что они писали повседневную жизнь, то, что их окружали. Свои кафе, свой отдых, своих друзей. При этом, вообще, это жанровая живопись, по тематике жанров. Но вот то, что имела жанровая живопись во Франции к этому времени. И вот здесь вот слева картина Миле на фоне заката, это очень продвинутая, какая-то свет другой, живопись немножко другая. А более стандартная, это то, что мы видим справа, вот такая жанровая живопись. И когда импрессионисты делают с жанровой живописью вот такое, естественно, это поражало публику. Поражало публику и шокировало, потому что это реальная жизнь торгается в искусство. А люди понимают, что искусство, оно за стеклом, оно далеко. И вот это вот две картины 1981-1982 года. Одна импрессионистов Ренуара, вторая представитель классицизма. Танец в Бужевале и два мальчика, представляемых Диане, с меграциями. Они за ней за турном стоят. И то есть постсенцистическое искусство, оно идет своим путем, развивается, покупается, а импрессионисты пытаются делать свою маленькую революцию, и они ее делают. Возвращаясь к теме Марии Башкирцевой, нашей художницы, которая жила в Париже и настаивала очень подробные дневники об этом времени, почитайте, причем полная версия, очень интересная. Она училась в Париже как раз там. И она рассказывает, рассказывает, что происходило. Самое интересное о своих победах в совершениях, она вообще не замечает бронхианистов. Вообще, как будто их нету. Хотя именно в этот момент они везде, и это самое важное событие Парижа этих десятилетий. Она просто не существует. Для людей, которые писали как-то справа, они игнорировали то, что происходило как-то слева. И поступки, жесты, они были одним из способов привлечь внимание к этой живописи. Причем тогда все происходило очень быстро. Смотрите, вот Ван Гог, 82-й год, посмотрите, как меняется живопись. 82-й, это через несколько месяцев 82-го года, а это 89-й год, то есть проходит всего 7 лет, и мы имеем уже такого Ван Гога, к которому мы привыкли. При этом поиски, посмотрите, как шли, вот поэтому вы не скажете, что это Ван Гог, и поэтому тоже не особо видно, что Ван Гог. И художники приходят к мысли, что надо отличаться, чтобы у каждого была своя собственная манера, чтобы смотрели люди на картину, и было видно, что это Ван Гог, а это Ренуа. И таким образом идет-идет время, то есть салон независимых, и, это 63-й год. И каждый год, тогда года были еще дольше, чем у нас, происходило гораздо больше событий, и вот у нас 1910-й год, то есть прошло 50 практически лет. И вот эта картина «Заход солнца над Адриатикой» это своего рода противопоставление того, что мы имели и противопоставление, и логичное завершение. То есть живопись становится настолько уже даже не импрессионистичной, настолько оперирует не реализмом, а знаками и эмоциями, что вот это вот является вот такая картина. Эта картина была выставлена на салоне, на выставке, была принята очень хорошо, а потом произошло разоблачение. Журналист французский объявил, что эта картина была написана хвостом осла, вот на этой фотографии мы видим этого осла, а сзади стоит эта картина, которой привязали хвост в присутствии нотариуса, который все заверил, что это вот удостоверил, что это происходило, именно, что это сделал именно осел, и вот здесь на этой фотографии сзади свидетелей этого действия. Вот, посмотрите еще раз на эту картину, и вот подпись этот журналист поставил Баранали и представил на выставке. Баранали – это анаграмма имени осла, которым владел знаменитый Буридан. Я не помню точно, как его звали, но А как это было осла, это анаграмма. И когда вы слышите, что современное искусство до осела хвостом напишет лучше, это вот как раз идет от этого акта, от этого перформанса, это же перформанс, которому сегодня уже 107 лет. То есть, к моменту, к 1910 году, уже импрессионисты стали очень скучными, уже импрессионистов стало так много, что надо было отличаться. Давайте я покажу вам еще, что происходило в 1910 году. Вот, как видите, это вот картина, которая дала имя движения импрессиониста, это импрессион, картина Мане, восход солнца, в честь этой картины была названа движение. И это восход солнца, а картина осла называлась «Заход солнца». То есть, это своего рода пародия. Конечно, я думаю, наверняка осел нарисовал только вот эти вот темно-оранжевые линии, все остальное, это было подготовительно сделано заранее, потому что он бы не смог резонно создавать. То есть, на самом деле, это, конечно, произведение современного искусства в том смысле, в котором мы сегодня вкладываем. Потому что сегодня произведение современного искусства, оно делается не красками, оно делается самими действиями. И вот, видите, что тоже это, в принципе, в 1972 году это могло тоже показаться, что это написано «Хвостом осла». Настолько это было, нереалистично и шокирующе. Вот. А в 910 году уже писали вот такие картины. Это полотно известного итальянского футуриста Бочони, «Красные кони», «Аллегория строящегося города», «Аллегория строителей», «Аллегория строящегося города», В итальянском искусстве футуристов вообще было очень много красных коней. И когда мы смотрим на Петрова Водкина, «Купание красного коня», надо знать, что русские футуристы очень внимательно изучали итальянское искусство, а там штук 10-15 красных коней от самых разных художников. И что «Красный конь» это, кстати, еще и один из ссадников апокалипсиса. То есть здесь уже вообще никакого реализма. Импрессионисты кажутся по сравнению с этим максимально реалистичными. Искусство движется вперед, оно ищет, ищет и ищет. Уже фотографии, кинематограф, искусству живописи не надо быть реализмом. Можно выражать эмоции и символы. Символы, символы, символы. Вот еще 910 год, это наш БАКС костюм к балету Стравинского. И говоря о балетах Стравинского, русские сезоны так поразили Париж, потому что это был синтез искусств. То есть они поражали не только балетом, движением, они поражали и костюмами, и музыкой. Всем. Всем. То есть начинает складываться современное искусство, как мы знаем, которое и свет, и дым, совокупность, совокупность искусств разных жанров. И посмотрите, по живописи вот этот костюм, он очень, он гадленно, шокирующий. Еще 910 год, это Алексей фон Гевленский, он был русским художником, родился в России, уехал за рубеж, в Германию. Нет. В истории искусства он считается германским художником, один из членов синего всадника, куда входил камень. Один из создателей вот этого постимпрессионизма, экспрессионизма. Это, кстати, одна из самых дорогих картин русских художников в мире. Она недавно была продана на акционе. И когда мы смотрим вот на эти вещи, вот этого красного коня итальянского или на этот портрет, 910 год, мы понимаем, что, сейчас я вам покажу картину, к которой мы очень сильно привыкли. Мы привыкли, что она красивая, что она хорошая, но в 910 году, смотрите, как она написана, четкие контуры, тона, локальные, она тоже была очень сильно золотоватой. Вы видите, насколько она, презентация будет, как обычно, да, сейчас, по-моему, можно здесь скачивать повелку. Это Серов, похищение Европы, тот же самый 10-й год. И посмотрите, вот Серов, он ощущал это время, и посмотрите, насколько это вот плоть от плоти, вот это движение, художественное движение, все оно проявляется вот в таком. И это похищение Европы, Юпитер, превратившийся в БК, похищает церевню. Как много, смотрите, как много сделало искусство за это время. Вот, похищение Европы, 69-й год, того времени, когда импрессионисты еще не начали управлять миром, и еще постимпрессионизм не было изобретений. Это художники, которые пришли после импрессионистов и вообще уже отказались от реалистичности, то есть могли принять как отелин. Ван Гог и Ганген это уже и Сезанн, это постимпрессионист. Вот, то есть ощущаете разницу между Моро и вот таким импрессионистом. И этот сильный эффект, эта красота картины, она стала возможным только отказом от академической живописи и поиском новых изобразительных методов. Этот поиск иногда получается красивым, как у Серова, иногда, на наш взгляд, в взгляд нормального не красивым, но все равно его нельзя отвергать, потому что это поиск. И вот авененские девицы Пикассо, которые тоже поразили общественность тем, что женское тело оказывается так можно творить, так можно изображать, уподоблять африканским статуэткам. И без этих поисков мы бы не имели вот этого, потому что вы понимаете, что это тоже очень сильный отказ от классической натуры. Серова очень сильно ругали за эту картину, где женщина состоит из задних углов. На самом деле из задних углов, конечно, состоит женщина у Пикассо. И по сравнению с Пикассо это реализм, но по сравнению с классицизмом это шок. И все это время художники продолжают понимать, что их образ жизни, их поступки, их одежда, их внешность, оно становится то же самое произведением искусства. То есть, как мы видим, красок становится недостаточно, красок и холста. Произведениями искусства становятся поступки. Сами поступки становятся произведением искусства. мини-театр. Каждый художник становится театром одного актера. И его произведения это маленькие пьески. Наши футуристы изобрели боди-арт. На первом фотографии Бурлюк, второй Гончарова Наталья отрывок из манифеста, который рассказывает почему написанный им текст 1913 года, как они раскрашили тело. Гончарова с Ларионом наносили эти рисунки на тело, ходили по городу, по Петербургу, по центру, и это был такой вот перформанс. То есть Ларионов ставил натурщицу на фоне картины и нарисовал на ее теле продолжение картины. Это происходило, потому что полотно ограничивало, хотелось что-то нового, идти дальше, идти дальше. и в итоге вот это вот, это все, понимаете, продолжается усталость от классицизма и вот поиски, 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 поиски. И в итоге эти поиски приводят к тому, что считалось современного искусства, концом классического искусства, простите. это черный квадрат Малевича и фонтан Дюшана. Одна картина, другая инсталляция объекта. Малевич, черный квадрат это 14-й год, Дюшан это 17-й год. То, что творилось после этого, эти вещи это символические, они обозначили, что не в живописи, не в культуре, не вообще в изобразительном искусстве, старым путем уже ничего сделать нельзя. И таким образом мы получили весь 20-й и 21-й век художники ищут, что они еще могут сделать нового, потому что для художников важно делать новое. То есть есть люди, которые художники делают вещи, чтобы продать и получить деньги, а есть художники, которые для них важнее сделать что-то новое и необычное. И историю обычно творят вторые, хотя красивее вещи делают первыми. И вот весь 20-й и 21-й век у нас нет красивого, у нас есть продолжение того, что было начато женщинам прерыв элитов, которые ходили без корсетов, и генам, которые ходили без штанов, когда акт, жест становится произведением искусства. К сожалению, мы не доживем, не узнаем, что в итоге будет, какое искусство появится, вернется красота, но мы должны понимать, что то, что мы имеем сейчас, это все продолжающиеся поиски нового языка, потому что весь старый язык использован, сделать старым языком что-то новое, интересное, уже очень трудно. Вот, ну, в общем, я закончила, извините, пришлось немножко сократить, быстро говорить из-за технических проблем, но вот еще остается время на вопрос. Давайте, пожалуйста. вопросы, есть вопросы? Самое большое собрание про Рафилля, это, конечно, в Англии, там много музеев, где они собраны. Пушкинский музей вы привозили недавно, посмотрите, если кому интересно, то в интернете есть выложена книга, называется «Прирофилиты мозаика жанров», так называется. Эта книга, это как бы сборник, который выпускал иностранная литература, и там собраны тексты очень интересные, в том числе написанные ими самими, и их стихи, которые дают представление об их синтезе за жанром, потому что они были и поэты, и художники, и акционисты. И то, что я призываю всегда, это не возмущаться Малевичем или современным искусством, потому что это просто закономерный итог развития того, что имелось в интернете, где самые большие собрания прирофилитов. Я так не могу стараться. Музеи конкретных художников есть. вообще в Шотландии по-моему большое собрание. И современное искусство, сначала надо попытаться понять постимпрессионистов, потому что уже постимпрессионистов понимать сложновато. матис-танец и то, что наши щуки с Морозом их понимали, это было очень круто. И сначала надо понять, почему хорошо постимпрессионисты. Потом надо все постепенно, потому что это эволюция, это рождение. После того, как вы разберетесь, насмотрите много матиса и постимпрессионистов, можно переходить к следующему поколению экспрессионистов, которых самый известный крик Мунка, но еще очень много других постимпрессионистов, Эгон Шиле, например, и понять, почему они крутые. У них еще есть красота, но экспрессия эмоций уже становится важнее, и у них уже очень много безобразия. И после того, как наши манграфы это все идет в постимпрессионизм. Да, сейчас я скажу. И после экспрессионистов начинается после посещения, после того, как вы поймете экспрессионистов, уже надо читать, если вы хотите понять, что происходит с искусством 20 века, и уже после этого понять, что происходит кротко, когда нету никакого сюжета, есть только голые эмоции, голые пятна. Это сразу ничего невозможно понять. Надо тихоньку в этом вникать, если вам интересно, как это происходит. Сразу понять, почему искусство 21 века хорошо, и какое именно из него хорошее, сложно. читайте мой блог, я пытаюсь там какие-то вопросы отвечать, у меня есть рубрика «Вопросы по искусству», там как раз про искусство 20 века, почему оно хорошо, и почему его не надо оскорблять, почему можно не любить Шагала, можно уважать Шагалов и не любить, я об этом пишу. Значит, имели ли последователи прерафаэлита? Да, прерафаэлитов было очень много последователей, само братство, оно включало суставам, которые подписывались по суставам, было там человек 10, и оно существовало очень мало, всего меньше 10 лет. Они очень быстро распались, но они были такие сильно энергетическими, что общий список британских и американских художников, которые испытали их импульс более 100 человек, причем прерафаэлит это 1948 год, но картины в стиле прерафаэлитов продолжают писаться до 910-х, то есть вот эти все люди, которые тогда испытали этот импульс, они продолжали писать прерафаэлитские картины, и эта манера очень изнаваема. Еще вопрос есть? вот это мой блог и рубрика «Вопросы про искусство» надо целиком, чтобы русские слова тоже попали в адресную строку, вы попадете на рубрику «Вопросы про искусство», и там многие вопросы я отвечаю, например, мне часто пишут, «Да мой ребенок нарисует лучше Малевича». Нет, не нарисует, я объясняю, почему. И, например, я рассказываю, почему поделать Малевича, даже черный квадрат, на самом деле, очень-очень сложно. Вот. Ну, в общем, пришла пора прощаться, спасибо большое, что были со мной, я очень многому научилась, заведением вебинаров, стало легче читать лекции, спасибо большое. До свидания. Давайте все поблагодарим Софью не только за сегодняшний вебинар, а за весь замечательный цикл, который мы прослушали в этом году с большим удовольствием. Вот. Я вижу, тут подобрались любители, которые ходят практически на все вебинары Софьи. Мы постараемся продолжить в будущем году. Вот. Я вас благодарю за верность теме, за то, что все выходите и задаете вопросы. Правда, почему-то раскачались мы к последнему вебинару в основном, но слушать Софью настолько интересно, что иногда хочется просто слушать и слушать, а вопросы задавать и не всегда. Вот. Ну что ж, коллеги, в июне у нас постоянно причины прощаться до следующего года. Вот. Вот и сейчас причина такая же тоже есть. Почти каждый наш спикер производит последний вебинар в сезоне. Вот. Ну, а как там будет в следующем году, посмотрим. Надеюсь, что все будет так же хорошо, как в этом году. и даже, может быть, мы придумаем что-то новое. Ну что ж, до свидания. Встретимся на новых вебинарах. Пока еще у нас Директ-Академия действует до конца июня месяца. Приходите, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok